В Выборге прошел митинг за восстановление исторического центра города. Собравшиеся требовали контроля за расходованием денег, которые выделили на работы. Шутка ли? 4 миллиарда рублей. У нас сегодня уникальная есть ситуация. Александр Юрьевич Трозденко в Москве президенту доказал и убедил, что нам нужны деньги федерального центра, потому что бюджетом Ленинградской области, бюджетом города и района невозможно сегодня реконструировать старую часть города. Средства еще не поступили в областную казну, а независимый блогер Андрей Коломойский уже почему-то уверен – разворуют. Если в общественный совет войдут люди, во-первых, компетентные, во-вторых, неравнодушные, а в-третьих, никак не вписывающиеся в компанию отдельных граждан, уже давно пилищих деньги на таких проектах, я полагаю, что контроль будет эффективным. К слову, самому Андрею Коломойскому тоже предлагают вступить в состав общественного совета по контролю за ходом восстановления Выборга. Но тот отказывается, не доверяет. Представители общественного движения под названием «Я люблю Выборг» тоже хотят уверенности в том, что их любимый город будет восстановлен, и старинные здания получат новую жизнь. Поэтому написали обращение в адрес временно исполняющего обязанности губернатора. Общественники просят Александра Дрозденко организовать совет, который будет следить за расходованием выделенных средств. Историки, архитекторы, строители, общественники, они должны быть в этом совете. И среди них те, кого вы сегодня видели на митинге, это и Кирпичников Анатолий Николаевич, и Хаустова Ирена Александровна, и замечательный человек САКС Александр Иванович, и Коломойский Андрей, которого предложил губернатор. Получается, что и общественное движение «Я люблю Выборг», и градозащитники, и блогеры, и местные жители – у всех общая цель. А значит, и за расходованием средств, и ходом восстановительных работ тоже будут следить все. Субтитры создавал DimaTorzok